Городская власть готовит общественность к повышению тарифов на коммунальные услуги. ЖЭКи вместе с жильцами проводят общественные слушания, обязательные по закону. На одном из таких собраний побывала наша съемочная группа. Какие аргументы горожане высказывают против повышения тарифов, слушали наши корреспонденты. Предполагаемая информация о повышении тарифов у запорожцев вызывает массовое неприятие. Платить больше, по мнению запорожцев, за то качество услуг, которые они получают, негуманно. Тем более, что в перечень услуг включают далеко не все. Сколько кровли отремонтировали, сколько труб заменили. Это же, смотрите, где в этом тарифе есть замена электропроводки. А все, что в доме, должно входить в этот перечень. Замена труб, замена канализации. Понимаете? Все же должно, а тут же ничего нет. Общественные слушания, пусть даже в таком ограниченном объеме, проводятся в соответствии с требованиями закона о местном самоуправлении. Правда, понимания между властями и гражданами это не прибавляет. Мы с вами встречались вот здесь в августе или в сентябре месяце. Мы говорили, ничего не сделали. Я лично с вами говорил вот здесь. Ничего не сделали. Те же представители были. Так что дальше? А деньги-то заплатили. Мы платим с нашего дома 350 тысяч в год. Конструктивного диалога в этот раз у жильцов дома и представителей райадминистрации не получилось. Наметили следующую встречу через две недели. За это время инициативная группа жильцов должна досконально изучить структуру предполагаемого тарифа. А представители власти подготовятся к ответу на все вопросы запорожца. Однако в том, что тариф поднимут, не сомневается никто. Вне зависимости от того, согласятся ли на это квартиросъемщики. Продолжение следует...